В предлагаемой статье женщина, некогда бывшая женой Говарда Лавкрафта, пусть и не раскрыв тайну места своего пребывания, впервые нарушает молчание и рассказывает свою историю. Для лавкрафтоведения это статья первостепенной важности. Тем не менее она не претендует на самодостаточность, а потому я хочу в сегодняшней книжной галерее дать краткое предисловие. Несколько дней назад, 20 августа, исполнилось 58 лет с тех пор, как здесь, в Провиденции, родился Лавкрафт. Здесь же он и умер в марте 1937. Всю жизнь его чрезмерно опекали и защищали. Он был немного невротичным, застенчивым и гениальным эксцентриком. Его странные рассказы принесли ему мало признания при жизни, но в последние годы слава Лавкрафта стала международной. Этому поспособствовали три события. Во-первых, разумеется, публикация рассказов Лавкрафта в двух огромных сборниках, вышедших в издательстве Августа Дерлета «Акомхаус», «The Outsider», «Чужак» и «Beyond the Wall of Sleep» «За стеной сна». Во-вторых, одновременный всплеск работ о самом Лавкрафте, человеке странном и очаровательном. И в-третьих, общий подъем читательского интереса к странным или страшным рассказам. Сборники его работ в мягкой обложке, переиздания рассказов в различных антологиях, публикации ранее не публиковавшихся материалов, анонсированные «Акомхаус» письма. Все это вносит вклад в посмертную репутацию. Коллекционеры платят от 50 долларов до 100 долларов за копию «The Outsider». Самая дорогая из них продана в Англии, чему ГФЛ. Будучи англофилом, наверняка бы порадовался. За общей биографией Лавкрафта любой неосведомленный читатель может обратиться к книжице Дерлета «HPL», «A Memoir», изданной Беном Абрамсоном, и к моей статье «His Own Most Fantastic Creation», опубликованной в посвященном Лавкрафту сборнике под названием «Марджиналия Акомхаус». В библиотеке Джона Хея в Университете Брауна хранится постоянно пополняющаяся коллекция ГФЛ. Теперь, что касается личных воспоминаний Сони Дэвис. Это они и есть. Это ее версия. Возможно, я не знаю. С некоторыми утверждениями можно было бы поспорить. «Определенно, они корректируют многое из того, что уже было написано о Лавкрафте. Они расширяют и значительно углубляют то, что мы уже знали о его личности. Они предоставляют новый материал о его семье и финансовом положении. Что важнее, они рассказывают историю его брака, о котором до сего момента было известно очень мало, кроме того поразительного факта, что столь робкий человек вообще женился. Когда-то давно я заявил в печати, что если бывшая миссис Лавкрафт найдется и решится рассказать свою историю, она будет иметь неоценимое значение». И вот, наконец-то, это произошло. Перед вами не только долгожданное и ценное дополнение к биографии Лавкрафта, но и, как я считаю, история неожиданно трогательная сама по себе. С Говардом Филлипсом Лавкрафтом я познакомилась в 1921 году, а поженились мы в Нью-Йорке в марте 1924. То, что последует далее, может быть во всех отношениях, названо правдивым рассказом о его личной жизни. Он несколько отличается от тех, что рассказывают большинство его биографов. Например, я недавно прочитала «Ин Мэмориэм» Ховард Филлипс, Лавкрафт, покойного Пола Кука. По сути, это интересный и достойный некролог от действительно великого человека. Но он содержит, как и другие работы, несколько заблуждений о жизни Говарда и особенно о событиях 1921-1932 годов, о которых не знает никто, кроме меня. О некоторых эпизодах из детства и юности Говард рассказывал только мне. О других событиях, происходивших, пока мы были женаты, я рассказываю из своего собственного опыта. Некоторые из них довольно личные. Первая встреча. Я впервые встретилась с Говардом Лавкрафтом в Бостоне на конференции журналистов-любителей. Я восхищалась его личными качествами, но, честно говоря, не им самим, по крайней мере, сначала. Поскольку он всегда пытался найти новобранцев для любительской прессы, он предложил прислать мне примеры работ, своих и чужих, которые появлялись в различной любительской периодике, маленьких газетах и журналах, которые не платили авторам, а печатались и распространялись в частном порядке. С этого момента мы состояли в постоянной переписке. Я была чрезвычайно польщена, когда в одном из писем он сказал мне, что в моих чувствуется свежесть, которая, однако, происходит не из незрелости, а скорее освежающесть из-за оригинальности и смелости моих суждений, когда я не соглашалась с ним. Я не соглашалась часто, но не из желания быть несговорчивой. По возможности я хотела избавить Говард от идей, на которых он был зациклен. За время многомесячной переписки упоминал имена нескольких друзей писателей, многих из них он знал только по письмам. Одного из них, Сэмюэла Лавмана из Кливленда, штат Огайо, он особенно хвалил. Сэмюэли, так Говард называл его, он всегда переделывал имена своих друзей на латинский манер. Говард был высокого мнения о Лавмане и использовал его в рассказе «Рэндольф Картер». Когда одна из моих командировок привела меня в Кливленд в первый раз, я, разумеется, нашла Сэмюэла Лавмана точно таким, каким мне его описал Гэйф, а вечером после работы Лавман удивил меня тем, что почти моментально организовал собрание всех незанятых кливлендских журналистов-любителей. В завершение приятного вечера мы все подписали открытку с видами Кливленда и отправили ее Говарду, а когда я написала ему письмо, то выразила сожаление, что его с нами не было. Я сказала, что мое счастье не могло бы быть больше, будь он тем вечером с нами. Его ответ, хоть и сдержанный, был теплым и признательным, и это от него-то. Поездка в Нью-Йорк. Так вот теперь у меня было два корреспондента Лавкрафт и Лавман. Я решила пригласить их обоих в Нью-Йорк, чтобы они наконец-то встретились и отпраздновать вместе Рождество и Новый год. Я предоставила им свою квартиру на Парксайт-авеню. Соседка разрешила мне ночевать у нее. А по вечерам двое мужчин встречали бы меня, и мы бы ужинали и смотрели спектакли или собирали бы конклав друзей-любителей Джеймса Ф. Мортона Эмель, который познакомил меня с Лавкрафтом, Фрэнка Белнапа Лонга, Рейнхарда Клейнера и других. Никогда прежде я не делала ничего подобного. Я сама себе удивлялась. За свой счет пригласила в гости двух мужчин. У меня была одна важная причина, имеющая отношение к расовым предрассудкам Говарда, о чем я еще скажу позже. Я помню, однажды вечером мы пошли в итальянский ресторан. Для Говарда это было первое посещение итальянского ресторана. Ему тогда было немного за 30. Он впервые попробовал министрони и спагетти с мясом, томатным соусом и сыром пармезан. Он отказался от вина. Он сказал, что никогда не пробовал алкоголь и не хочет начинать теперь. Вскоре Лавман вернулся в Кливланд, но Говард остался. У соседки, приютившей меня, была прекрасная персидская кошка. Как только Говард увидел эту кошку, он начал ее ласкать. Казалось, он говорил с ней на одном языке, и она тут же устроилась у него на коленях и замурчала. Полушутяя сказала, столько нежности растрачено на простую кошку, тогда как ее оценила бы любая женщина. Он ответил, какая женщина сможет полюбить такое лицо, как у меня? Мать может, ответила я, да и некоторым нематерям не пришлось бы сильно стараться. Мы все рассмеялись, а Говард продолжил гладить кошку. Голос у Говарда, когда он читал, был чистым и звонким. Но во время разговора становился тонким и высоким, иногда переходил на фальцет. Пел он пусть и негромко, но очень приятно. Он никогда не пел ничего из современных песен, только старые, самые любимые. Мать Говарда надеялась, что у нее родится дочь, и ребенком он выглядел как маленькая красивая девочка. На одной из фотографий он запечатлен скопной льняных кудрей, которую он носил до шести лет. Когда в конце концов он начал протестовать, мать отвела его к парикмахеру и горько плакала, пока его стригли. Кудри эти сохранили, Говард как-то показывал их мне. Однажды, пока мы смотрели на его детскую фотографию, он воскликнул, а посмотри на меня теперь. Своё несимпатичное лицо он сам объяснял двумя причинами. В 15 или 16 лет, во время гонок на велосипедах с еще одним мальчиком, он упал и сломал нос. Другая причина, сказал он с кривой усмешкой, в том, что каждую ночь он смотрел на звезды в свой телескоп. Вообще-то он очень походил на свою мать. Хоть и не так выражено в женской линии, все филипсы имели выдающуюся челюсть и очень тонкую верхнюю губу. Говарду нравилось рисовать карикатуры на самого себя, такого, каким он стал бы в старости. Так вот, возвращаясь к Говарду с персидской кошкой, мне казалось, что если бы он был более уверенным в своем писательском таланте и забыл об ужасной внешности, как он выражался, он стал бы менее застенчивым и более счастливым. Так что при любой возможности я не упускала шанс сделать ему комплимент. А когда Говард, еще будучи в Нью-Йорке, несколько вечеров подряд провел с ребятами, я поняла, как остро по нему скучаю. Вместо того, чтобы ехать домой в Провиденц, я предложила привезти Провиденц на Парксайд-авеню. Мы оба написали по настоятельному приглашению тетушкам, с которыми он жил, миссис Лиллиан Кларк и миссис Энни Гэмбелл, и миссис Гэмбелл приехала на неделю. Возвращение в Провиденц после того, как они вернулись в Провиденц, я без стеснения писала ему, как сильно по нему скучаю. От этого наши отношения только окрепли. Я знала, что Говард не в том положении, чтобы жениться. От состояния его деда Филлипса осталось только 20 тысяч долларов, которые должны были обеспечивать его двух тетушек и его самого до конца жизни. Если бы он не был таким гордым и согласился писать за деньги, ему бы не приходилось голодать. Он говорил, я пишу исключительно для себя, и если некоторые мои друзья находят удовольствие в этих излияниях, я чувствую себя вознагражденным. Он тратил много времени на редактирование ужасных работ других писателей, за что получал жалкие гроши. Он изматывал себя, карпя над глупым мусором, который его просили отредактировать. Некоторые из этих авторов впоследствии становились знаменитыми и преуспевающими. Тем временем его письма давали понять, что он хочет покинуть Провиденц и поселиться в Нью-Йорке. Мы оба размышляли над возможностью жить вместе. Некоторые наши друзья подозревали. Я признавалась друзьям, что неравнодушна Говарду, и что если бы он захотел, я с радостью стала бы его женой. Но ничего определенного решено не было. Я приехала в Америку в 9 лет, белая русская старого царского режима. В 1899 году, когда мне было 16, я вышла замуж за соотечественника, который взял имя бостонского друга Грин. Мой муж умер в 1916. От него у меня есть дочь, которая на протяжении нескольких лет была парижским корреспондентом различных американских газет. После моего развода с Говардом, я вышла замуж за Натаниеля А. Дэвиса, бывшего профессора Калифорнийского университета в Беркли, и мы были очень счастливы на протяжении 10 лет, до самой его смерти. Во времена, когда я познакомилась с Говардом Лавкрафтом, я работала на руководящей должности в фирме модной женской одежды на Пятой Авеню. Моя зарплата составляла около 10 тысяч долларов в год.